Здравствуйте! Оценить выступление детей удалось Евгении Андросовой. Школьники снизят вероятность дорожно-транспортного происшествия. Сотрудники ГИБДД установили вдоль дорог Якутска 4 манекена ребенка. Пешехода с подробностями Василий Радченко. На этой машине задерживали преступников, яных водителей. Пятилетний Саша мечтает поработать сотрудником ГИБДД. Сегодня его мечта осуществилась. Он попробовал себя в роли маленького инспектора. Уважаемые участники дорожного движения, строго соблюдайте игра дорожного движения. Воплотить мечту в жизнь помогла сестра Саши, которая и написала о желаемой будущей профессии брата в редакцию газеты Якутск Вечерний. Ну сначала мы волновались и ждали, потом в один день однажды они ответили. И я жестко радовалась, что редакция исполнил заветную мечту моего брата. С трех лет он начал уже играть в полицию. Мы ему всегда покупали машинки и набор спецификации. Саша также принял участие в установке манекена школьника, оснащенного светоотражающими элементами. Благодаря этому водители без труда смогут заметить фигуру и снизить скорость автомобиля, приближаясь к пешеходным переходам. Мы ставим сейчас манекены детей со светоотвращающими элементами, чтобы водители перед пешеходными переходами возле школ сбрасывали скорость. Эти манекены мы будем устанавливать по городу и будем менять их периодически в места дислокации, чтобы водители не привыкали к одному и тому же месту. Здесь находится школа. Стараемся вблизи мест скопления детей устанавливать. По данным ГИБДД, из-за невнимательности водителей и несоблюдения скоростного режима происходят наезды на граждан на пешеходных переходах. Инспекторы подобные манекены планируют разместить по всему городу, вблизи учебных заведений и на особо опасных участках дороги. Василий Радченко, Евгений Тайтонов, Владимир Павлов, НВК Саха, Якутск. Вопросы об увеличении в этом году финансирования производства и проката национальных фильмов поручил рассмотреть премьер-министр России Дмитрий Медведев, Минкультуры и Минфину страны. Об этом говорится в решениях главы Кабмина по итогам заседания Правительственного совета по развитию отечественной кинематографии. Как сообщили в пресс-службе правительства, выполнить поручение необходимо в срок до 1 февраля 2018 года. Повысить зарплату бюджетникам поможет федеральный центр. Регионам компенсируют часть средств, которые они потратят в этом году на повышение зарплат бюджетникам. Но помощь получат только те регионы, которые смогли обеспечить прирост поступлений налога на прибыль в федеральный бюджет не менее чем на 2%. Так простимулируют рост налогового потенциала в регионах. Напомним, зарплаты в 2018 году повысят всем бюджетникам. Многие получат прибавку в рамках майских указов президента. Остальным работникам бюджетных учреждений индексируют зарплаты на 4%. Пенсионный фонд начал принимать заявления от семей на получение ежемесячной выплаты из средств материнского капитала. Этот новый вид государственной помощи полагается только тем нуждающимся семьям, в которых второй ребенок родился или усуновлен после 1 января этого года. Чтобы понять, имеет ли семья право на выплату, нужно взять общую сумму доходов семьи за последние 12 календарных месяцев, разделить ее на 12, а потом разделить на количество членов семьи. Включая рожденного второго ребенка, поясняют в пенсионном фонде. Если полученная величина меньше полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе, то можно идти в пенсионный фонд и подавать заявление на ежемесячную выплату. Кто имеет право получить ежемесячную выплату? Это те семьи, у которых годовой доход не превышает полуторакратную величину прожиточного минимума. И они уже могут сейчас обратиться с заявлением в пенсионный фонд по месту жительства, либо через многофункциональные центры. Ежемесячная выплата будет назначаться с даты, если они по истечении 6 месяцев обращаются, тогда с даты назначения. То есть с даты обращения будет назначаться ежемесячная выплата. В случае, если они сразу обращаются после рождения ребенка, тогда эта выплата начинает с 1 января 2018 года осуществляться. Новый год в канализационных водах. Так встретили долгожданный праздник жильцы дома по улице Лермонтово, 60-2. Аварию на этот раз устранили, однако жильцы призывают власти помочь им как можно скорее обрести новое жилье. Ведь уже весной ситуация повторится. Продолжит Марьяна Кутукова. Поступила вода. Вместо того, чтобы накрывать новогодний стол и готовиться к празднику, жильцы этого дома вместе с работниками управляющей компании два дня откачивали канализационную воду. По словам жильца Михаила Ефремова, если бы не под поле, ситуация могла быть намного хуже. И чтобы воду откачать, самое пришло, чтобы не сломать, самое так, полы, пол сломать. Всю воду с этого дома качали. Девяти часов утра до четырех. При открытой двери. Вот это наледь, лед стоит. Вот это лед стоит. Отсюда вода доходила. По результате отопления колодцев водоканала КНС. Вы все проверяли, дело не в отоплении, дело... Да, когда откачали воду, думали, отопление, как водоканал утверждал, что отопление. Когда мы все откачали, у нас отопление по картинам прошли, нигде течи вообще не было. Вообще течи нет. И до сих пор она стоит сейчас сухая. Каждую весну дом заливают сточные воды. Переполняется соседний колодец. Далее вся канализационная вода стекает в озеро Щерс. Жильцы уверены, в таких условиях здание долго не выдержит. В доме фактически фундамента нет сейчас. Все труха. Дом в любой момент может свалиться и погрести под собой людей. С первого этажа половина почти снимает в другом месте, потому что жить здесь очень сыро. И с маленькими детьми вообще тут жить невозможно. Деревянный многоквартирный дом в центре столицы был построен еще в 1962 году. Аварийным его признали лишь в прошлом месяце. Дата переселения жильцов назначена на 2022 год. Сейчас владельцы квартир пытаются ускорить этот процесс. А пока работники управляющей компании три раза в день проверяют состояние колодца. Марьяна Кутукова, Василий Слицов, НВК Саха, Якутск. В столице рискуют остаться без одного из немногочисленных лесных массивов. Жители района Института мерзлотоведения уже не первый год пытаются защитить сосновый бор, который находится на смежной с дачными участками территории научного учреждения. Деревья начали вырубать, когда собственникам земель понадобилась подъездная дорога. Однако законность вырубки вызывает сомнения. Проблемный вопрос задали и на отчете главы города перед населением. Они это все снесли. И вот такую дорогу на сегодняшний день, вот такая уже магистраль в результате вот этой вот всей вырубки. На этих фотографиях вырубленный лес. Среди безвозвратно утерянного массива есть и молодняк, и столетние деревья. Лев-лист сорожил микрорайоны мерзлотки. Нанесенный урон неоценим. На восстановление уйдут десятилетия, говорит он уже в качестве эксперта по особенностям вечной мерзлоты. Обычно там где появляется человек, сосна вообще говоря начинает погибать, потому что корни на мерзлоте, корни они все на поверхности растут. Они очень ранимые. Поэтому мало того, что дороги я про них мочу даже. Проблема началась более десяти лет назад, когда рядом с охраной территории института выделили в собственность два земельных участка. Подъездной путь к одному из них проходит через частный сектор, к другому и вовсе его нет. А через лес до асфальтированной дороги рукой подать проблему решили. На месте деревьев появилась лесная дорога. Со временем она начала заболачиваться, пагубно влияя на оставшиеся посадки. Разрушать это не строить. Люди здесь десятилетиями, с 50-х сыровых ковых годов создавали этот уникальный микрорайон. Из-за вот этих самозахватов остался вот этот небольшой пятачок леса, зеленой зоны, которую нужно, конечно, как-то сохранить для будущих поколений. На отчете администрации города перед населением Сайсарского округа жители вновь подняли этот вопрос. Мэр Айсен Николаев ответил, что в курсе происходящего и полностью на стороне защитников леса. Мы сейчас будем встречаться и с новым предоохранным прокурором, потому что здесь, конечно же, я полностью на стороне жителей, которые справедливо считают, что по зеленой зоне нашего города там никаких не строек не должно быть, и проезд должен быть правильно организован, и никаких там дополнительных проездов не санкционированных с вырубкой леса у нас в городе не должно быть. Поэтому будем вместе этот вопрос отрабатывать. Сторонники зеленой зоны и администрация столицы предлагают землевладельцам обустроить подъездную дорогу к одному из участков через территорию другого собственника. Утраченную площадь готовы компенсировать дополнительными квадратами. Но пока положительного ответа нет, и противостояние между соседями продолжается. Сарглана Захарова, Василий Слепцов, Григорий Охлопков, НВК Саха, Якутск. В Якутске продолжается сбор подписей в поддержку кандидатуры Владимира Путина на предстоящих президентских выборах. Пункты расположены в четырех местах столицы. Это аэропорты, торговые центры, проспект, айсберг и Туймада. Согласно федеральному закону, Владимиру Путину, как самовыдвиженцу, необходимо предоставить в Центр избирком России 300 тысяч подписей в свою поддержку. Количество подписей от каждого региона не должно превышать 7,5 тысяч. Я за то, что он хорошо относится к армии. Сильная армия, сильная страна. По крайней мере, вытащил страну, нашу Россию, с руины этой. Ну, я больше не представляю, кроме его кого. Ну, кому как. Ну, мне я за Путина. Решил поддержать нашего верховного главнокомандующего. В большинстве случаев не задают вопрос. Уже знают. Да. Уже знают, как бы, за кого голосовать. И говорят, в основном, за стабильность. Сильная личность. И думаю, что он будет развивать нашу страну. Я за Путина. За право обучения в высшей школе музыки поборются молодые исполнители Якутии. Оценить выступление детей удалось Евгении Андросовой. Если на первом конкурсе «Новые имена Якутии» принимали участие только дети из близлежащих районов, то в этом году приехало более 300 юных дарований из 22 улусов. Начинала это все дело идейный вдохновитель, вообще автор проекта «Новые имена Якутии» Тамара Прокопьевна Сафронова, которая многие годы работала в нашей школе проректором по учебной и концертной работе. Как раз это человек, который, в общем-то, формировал нашу школу. В этом году мы в рамки конкурса включили конкурс по номинации «Музыка для всех». И в этом году мы второй раз проводим, это тоже, в общем-то, новшество, конкурс по номинации «Учитель-ученик». В ансамбле выступает педагог со своим учеником. Это тоже, как оказалось, очень интересная номинация. Педагоги на это отзываются. И потом в этом году у нас будут такие премьерные выступления именно в этих номинациях. Впервые из поселка Чакурдах участвуют девочки в номинациях «Хортепиано» и «Струнные инструменты». Безусловно, надеются только на победу. Ведь лауреату получат возможность обучаться в высшей школе музыки. Рада, что такое количество детей принимает участие. Торжественный момент, хорошее открытие, все приятно. Конечно же, я хочу хорошо выступить, чтобы меня услышали, чтобы я почувствовала. И хочу послушать остальных. И мне бы хотелось показать музыку, показать чувство музыки, как ее играет. На конкурсе «Новые имена» я принимаю впервые участие. И, в принципе, вообще принимаю впервые участие в таких масштабных конкурсах. Конкурс «Новые имена» Якутии проходит 18-й раз. В номинации «Фортепиано» в качестве члена жюри будет лауреат международных конкурсов, гостья из Санкт-Петербурга Мария Харсель. Евгения Андросова, Владимир Павлов. НВК «Саха. Якутск». К этому часу у нас все новости. Оставайтесь с нами.